Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Сегодня на территории нашей страны, на территории всего мира происходят необычные природные явления. Это и наводнения, и засухи, и пожары. И все это нам говорит о том, что в природе происходят необратимые процессы, которые были запущены уже давно, и, наверное, в том числе благодаря человеку. Сегодня мы поговорим с вами о книгах о климатологии, которые появились тоже относительно недавно в наших магазинах. Начну я с книги Сары Драй, которая называется «Воды мира». Она рассказывает о том, как появилась наука климатологии, и кто принял участие в ее создании. Еще в середине 19 века ряд ученых проводили опыты над водой с природными явлениями, то есть пытались понять, в чем же суть, в чем же причина, почему происходят ураганы, смерчи, наводнения, тогда еще редкие или 19 века, но уже имевшие место быть. И они поняли, что вину тому всему природной стихии – вода. Вода, которой много на Земле, но где-то ее хватает слишком, а где-то есть засушливые регионы. Но, тем не менее, это та стихия, которая оказывает влияние на атмосферу, и это все в совокупе производит в природе большие события, которые влияют на нас, как жители Земли, большое влияние. Итак, в этой книге вы узнаете о том, какие опыты проводили ученые, к чему они пришли, и в итоге, что мы действительно сегодня видим, исходя из того, что они уже тогда предполагали, что сбылось, а что нет. Сегодня следы человеческой деятельности можно обнаружить по всей планете, даже в самых отдаленных ее уголках. В открытом океане плавают острова из пластика. Мусор прибивает к далеким берегам Аляски. В атмосфере неуклонно растет содержание углекислого газа. Тают ледяные щиты, уникальные архивы, в которых содержатся сведения об атмосфере и климате, об извержениях вулканов, полевых бурях и множестве других событий далекого прошлого планеты. Сейчас перед человечеством стоит задача понять, как устроена наша планета и как мы повлияли и продолжаем влиять на нее. В этом нам не обойтись без науки о климате. Рассказывая о нескольких выдающихся людях, посвятивших свою жизнь изучению воды, эта книга показывает, как в течение последних полутора веков менялось наше представление о планете, на которой мы живем. Следующая книга о воде – это книга «Карты призраков». Речь в этой книге о том, как в середине XIX века Англия, точнее ее главный город, столица и мегаполис того времени Лондон, переживали период индустриального роста. Город становился большим, город прирастал населением. Соответственно, возникали проблемы с коммуникациями внутренними, то есть это и канализация, водоснабжение и многое-многое прочее, дороги, что нужно было приводить в порядок и выстраивать, и повышать качество их обслуживания. Соответственно, вот это все совокупе привело к тому, что Англия пережила большую эпидемию холеры. Тогда, в середине XIX века, в Лондоне свирепствовал холерный вибрион, который размножался в воде, и вода становилась источником не только пользы для человека, но и опасности. И многие ученые не понимали, откуда же берется вот эта болезнь, пока двое главных героев этой книги, медик и епископ, предприняли вот такое исследование и поняли, что все-таки вода вот та самая причина, по которой люди заражаются и умирают массово. Книга написана в таком викторианско-детективном стиле, но, тем не менее, это не художественная литература, это научно-популярное издание, которое говорит о том, как развивалась медицина, как развивалась наука, как люди стали понимать, что опасно, а что нет. И, соответственно, избежали очень многих последствий, плачевных для себя, после того, как поняли причину своих бед, в том числе и в воде. Поиски чистой питьевой воды – процесс такой же старый, как и сама цивилизация. Как только появились большие человеческие поселения, заболевания, распространяющиеся через воду, превратились в серьезный фактор, сдерживающий рост популяции. Уже в 1700-х годах по Лондону начали появляться водопроводные трубы, снабжая дома богатейших лондонцев проточной водой. Всю революционность этого события трудно переоценить. Надежное водоснабжение необходимо для множества удобств современного мира. Ванн, стиральных и посудомоечных машин, само то, что вы можете просто открыть кран и налить себе стакан воды, казалось лондонцам, впервые увидевшим это, настоящим чудом. О климатической катастрофе говорит не только серия книг из прошлого, но также и новая книга Билла Гейтса, которая не нуждается в представлении. Это выдающийся бизнесмен, который реализовал себя в мировой экономике, но также он и является филантропом, то есть человеком, который думает, наверное, не только о текущем дне, но и о будущем Земли, о будущем человечества. И поэтому вот он создал такой некий манифест, который называется «Как нам избежать климатической катастрофы», в которой обозначил ряд пунктов, среди которых роль государства, роль межгосударственных организаций и роль самого человека, то есть гражданина каждой страны в том, чтобы не допустить климатическую катастрофу. То есть главная наша проблема – это наши углеродные отходы, то есть то, чем мы дышим, то, что мы выбрасываем из автомобилей в воздух. Вот как этого избежать, каким образом минимизировать эти опасности, Билл Гейтс прописал такую очень подробную программу работы на будущие годы. Не на год, не на два, не на три, а даже на десятилетия. То есть эта работа многолетняя и требует очень тщательного подхода. Об этом Билл Гейтс нам как раз в этой книге рассказывает. Я прекрасно понимаю, что я далеко не самая подходящая кандидатура для привлечения внимания к климатическим изменениям. Мир явно не испытывает недостатка в богатых людях с грандиозными идеями, которые указывают другим, что делать или думают, что технологии решат любую проблему. Я написал эту книгу, потому что вижу не только проблему климатических изменений, но и возможность ее решения. Это не пустые слова. У нас уже есть два из трех условий, необходимых для реализации любого масштабного предприятия. Во-первых, у нас есть амбиции, вызванные ростом глобального движения молодых экоактивистов. Во-вторых, значимые цели по решению этой проблемы поддерживают национальные лидеры по всему миру. Осталось третье. Конкретный план достижения целей. Кем бы вы ни были, правительственным лидером, предпринимателем, обычным гражданином с кучей дел и без секунды свободного времени, вы можете помочь миру избежать климатической катастрофы. Если мы не прислушаемся к мнению специалистов, наверное, нас ждет то, как названа эта книга Дэвида Уоллеса Уэллса «Необитаемая земля». Здесь он говорит о глобальном потеплении. Не о похолодании, как говорят некоторые ученые, исследователи и околонаучные, скажем, сотрудники, а все-таки о том, что нас ждет глобальное потепление, парниковый эффект, который приведет к коренным изменениям в жизни всей Земли, начиная от низших организмов, заканчивая нами как высшим звеном эволюционной теории Дарвина, потому что все изменится. Будет много чего изменено, скажем, в наших коммуникациях с животным миром, между странами, между людьми, между людьми даже в самой семье. То есть ждет нас очень тяжелое время, если мы не поменяем свое отношение к природе, поменяем свое отношение к потреблению, к тому, как мы используем ресурсы Земли и отходы, которые мы производим. Вот об этом эта книга. Я надеюсь, что мы не придем к такому результату, но для этого требуется, наверное, очень большая наша внутренняя работа. Все намного, намного хуже, чем вы думаете. Многие считают, что изменения климата происходят очень медленно. Но эта ерунда, пожалуй, столь же опасная, как и утверждение, что никаких изменений не происходит вовсе. Мы страдаем от медлительности, с которой воспринимаем скорость перемен или от веры в теории заговора, согласно которым ответственность за все лежит на мировой элите и ее институтах. Возможно, мы не находим в себе силы поверить в мрачные прогнозы, поскольку о потеплении стало известно совсем недавно. И нам кажется, что ситуация не может сильно ухудшиться, раз уж всем открылась неудобная правда. Это не научная книга о потеплении. Это книга о том, как потепление скажется на нашей жизни на планете. Рад был познакомить вас с этими книгами. Ждем вас в Московском Думе книги, где вы найдете гораздо больше новинок, чем узнали от меня сегодня. Ваш Смирнов Алексей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова